Белые халаты, медицинский инвентарь, манекены для практических упражнений и будущие медики, которые учатся оказывать помощь при различных жизненных ситуациях. Это лишь маленький фрагмент из жизни студентов медицинского колледжа, который сегодня смогли посмотреть школьники Великого Устюга. В день открытых дверей учеников 8-9 классов провели по аудиториям учебного заведения. И в каждом преподаватели рассказывали школьникам, что ждет будущих студентов. Объем инструментов у нас достаточно большой, то есть весь базовый хирургический инструментарий у нас имеется в наличии. И учатся не только знать, что это за инструмент, но также для чего он нужен и при каких манипуляциях он необходим. То есть собирает инструментальные наборы. Ну и думаю, вы можете знать, что это за инструмент, скальпель, конечно, абсолютно верно. А вот такой пинцет, наверное, тоже, я уже сказала, да, пинцет, да, есть. Дни открытых дверей не только позволяют более детально узнать о той или иной профессии, в данном случае медицинской, но и определиться с выбором дальнейшей работы. Многие студентов решились пойти в медицинскую сферу именно благодаря тому, что когда-то в школе посещали медколледж в качестве гостей. Когда-то в школе мы сходили на профориентации, нас привлекали и к осуществлению какими-либо манипуляций, показывали, рассказывали, это оказалось, оказывается, очень интересно. Все, и я решила поступать. Мне очень нравится эта профессия. Школьникам показали медицинские инструменты и процедуры, которые к окончанию обучения должны освоить студенты. Ученики попробовали сами провести нехитрые медицинские процедуры, например, пеленание новорожденного, и многие неплохо справились с этим ответственным делом. Даже мальчики. Было разнообразно и интересно делятся впечатлениям ученики четвертой школы. Понравилось посмотреть, как проходит вообще занятие. Что видели? Много видели. Видели, как пеленают, как обрабатывают, как измеряют рост детей, и посмотрели, как клизма, и много интересного. Это очень для саморазвития человека хорошо и для дальнейшего обучения в этом колледже, если кто пойдет. Как знать, может быть, именно этот час, проведенный в медицинском колледже, подтолкнет кого-нибудь из этих ребят и девчонок продолжение обучения по медицинской специальности. Здесь или в высшем учебном заведении. Не секрет, что сфера здравоохранения сейчас очень нуждается в свежих кадрах. Степан Крижановский, Антон Карев, Телеканал Росксевер.